Чувство патриотизма, гордость за свой народ и свою страну. Именно такие эмоции испытываешь, находясь рядом с ретро-автомобилями, которые олицетворяют целую эпоху. Каждый из этих автомобилей восстановлен и находится практически в первозданном состоянии. Более 10 советских разновозрастных сияющих красавцев выстроились в ряд на площадке павильона автоцентра «Владимир». Самый старый – ГАЗ М31 1937 года. Самый молодой запорожец 1991 года. Идея восстановления автомобилей появилась в 2008 году. Начали мы с одного автомобиля. Получился он достаточно очень красивым, мобильным, технологичным. Потом второй. Ну вот это у нас был ГАЗ-69 первый. После него второй, третий, четвертый. И так вот собралась небольшая коллекция здесь уже автомобилей той эпохи, которая у нас в небольшом прошлом. Раритетная техника отреставрирована и выглядит блестяще. Но чтобы этого добиться, понадобилось более пяти лет. Довольно много сил и средств. Самые большие сложности – это нету необходимых чертежей и нету необходимых деталей. Некоторые по чертежам изготавливаем самостоятельно. Некоторые детали где-то там находим еще на полях боя. Есть некоторые детали, там какие-то кронштейны, которые мы привозили. Те, кто занимается раскопками. Что касается ходовой части каждого авто, то она тоже в полном порядке. И это важно, поскольку техника готовилась не для банальной демонстрации в рамках салона. Ей предстоит пробег по городам нашего края, приуроченный к 70-летию Владимирской области. Это стало возможным при поддержке генерального директора ООО «Автодрим» депутата законодательного собрания Дмитрия Юрьевича Павлова. Стартовали автомобили в пятницу 26 сентября. Участники пробега посетят Муром, Гусьрустальный и Ковров. А 11 октября они будут замыкать театрализованное шествие в честь Дня города. И это мероприятие и займет достойное место в летописи нашего региона. Ну а после все образцы классического советского автопрома отправятся на площадку автосалона «Громада», где соприкоснуться и сфотографироваться с техникой сможет любой желающий.